так друзья 8 апреля будем считать что 8 дней утки хотя на 1 апреля вылуплялась ну короче для ровного подсчета удобного будем считать что 8 дней вот такие уже лошади ну выросли значительно так что сказать брудеру делали просто капец как здесь все сырое все влажное вот видите да дверь я ставил воду в такой сковородке но все равно они умудряются эту воду всю вылить вот на поддоны поддоны у меня здесь из линолеума и протекает аж на пол из брудер вот видите в общем короче мне брудер жалко они мне его просто убьют я решил пересадить в 8 дней их причем на ночь глядя потому что другого времени нет на этом общем лампочку повесил сейчас покажу куда буду пересаживать сейчас я их отсюда быстренько перенесу вот сюда переехали наши утята вон они там уже пьют вовсю вернее воду расплескивают во всем сейчас мы посмотрим более внимательно вот здесь я закрыл листом металлическим вот эту вот часть чтобы они отсюда не выходили вот у них здесь кормушка вот лампа если будут мерзнуть и вот и утята сами уже смотрите все лапы у них в поилке у засранца ладно сейчас чем буду придумывать на что поставить разбудил извиняйте наши сладкие утятки муларды очень выносливые подтверждаем свидетельствуем тому что они в общем-то даже минус ночной под тепловой лампы конечно но тем не менее на улице переносит я думаю что там было где-то плюс 10 может быть даже за пределами лампы помещение ну как бы помещение до объем воздуха там небольшой в этом рассаднике и он прогревается достаточно хорошо тепловой лампы риски какие лампа может перегореть или еще что-то может выключить все электричество как у нас и было но было слава богу в течение дня а днем тут так или иначе нагревает солнышко очень выносливая птичка и ну грубо говоря мы так ни одного и не потеряли потеряли одного утенка по моему самого самого слабого это поначалу и он вылупился с какого-то не такого яйца и вы в общем сразу был какой-то не такой даже возможно что это было не мулард вообще но по факту вот остается вот такая вот часть ситуация часть утяток мы подарили нашим друзьям и все в общем живы ни одного утенка так и не потеряли больше тут фу дай бог так и останется вот александр сергеевич снарядился для съемки что ли нарядился все знают какую-то рванищу носишь так что нечего тут это самое хоть иногда в приличной одежде ну относительно приличной даже меня удивляешь не то что наша она у нас такая охранительная кошка вы бы видели сегодня курица соседская я и так и сяк и наперекосяк пытался выгнать и никак она не уходит а вот это как собака как на нее броситься и выгнала до она опять пришла она ее опять выгнала вот это какая хорошая кошка она сторожевая кошка да от нее сплошная польза так давай к делу и котята были раньше сейчас нет все так ну что вот такие вот малардики открываешь ты будешь эту штуку снимать нет тряпку сама снимется под лампой туса тусы тусят вот такие у нас ребятишки сладкие боже ты ты мой углевый очень пугливый растут саш ну скажи не по дням а по часам да наша матушка сказала что просто они каждый день прибавляют неимоверное количество веса расскажите что это 15 дневки 15 суток держи у меня царапает сейчас такие батоны это просто ну-ка дай кокоряк ой какой же ты хорошенький слушай может их надо гладить и ласкать тогда не будут ручными ладно давай что поскольку весы я предполагаю что мы будем хотя бы по я не знаю сколько в ведро то уместится 3 то уместится они не выпрыгнут содержать поддержим так вот я не знаю они смотрим некоторые с пятнышками некоторые без который без они поменьше может быть это сам может быть это вот селезни с этими они твори вот крупные без пятнышка крупных ладно давай вот так вот пошли мои зайки такие хорошие вообще это наши первые перепончатые лапы а гусин тебя будет мы надеемся на это мы не теряем надежды потому что яйца нет так весы не включили до кря-кря конечно на улице плюс 5 конечно кря-кря даже я бы крякнул в такую погоду но не мешай недоволен тот который и черненький так мы тоже можно я тоже его возьму не такие хорошие хорошо подожди 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 я их не касаюсь но тем не менее ну что когда ты крякаешь ты тяжелее ну-ка молчать 1475 так хорошо ты принесешь еще да уж там попробую еще вылови это точно два других ну давай грязнульки тихо 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 ну грубо говоря по 750 граммами в 15 дней так давай скажу что они едят ну пойдемте к ним поближе 2 давай хорошо давай и придержим чуть-чуть сверху вот так сидят как 1460 но 60 пусть будет ну что они приблизительно одинакового до все размеры ну то есть средний 750 грамм получается правильно все отношу можно я тоже отнесу на такие теплые такие сладкие грязнули конечно грязнули саша тебе не кажется у них удивительно маленькие крылышки ну то есть для такой тушки такие крылышки маленькие наш не пегас это утка я вообще-то думала всегда что укрыли лучше будет больше но нет водички надо так короче говоря с поелка у нас засада произошла поилка которая вакуумная большая там насколько на 15 литров она начала течь у нас но она еще прошлом году начала я надеялся что она в прошлом году и прекратила но нет короче говоря на текла поэтому смотрите я что сделал я вот значит поставил вот такой то строительный вот такой строительный таз поставил значит ну и конечно же они сразу начали в нем купаться поэтому я как вышел из положения у меня вот такой обрезанный баллон из-под холдогена для заправки кондиционеров значит обрезанные да соответственно я вот сюда поставил посередине получился так как раз вакуумная большая поилка но возникла проблема меня хорошо заметил один утенок он залез вот сюда да вот таким образом залез вот сюда и когда я увидел он уже весь такой тряс это скажем от холода в общем думал что сдохнет но нет вы знаете никто не умер нас пока еще соответственно он тоже живой вот и чтобы это предотвратить я вот колесо оттачки ну что нашел более-менее тяжелые старые колесо оттачки стал сюда класть и вот так это поилка у нас сейчас выглядит то есть они сбоку могут попить воду и сильно не плескаться в ней но все равно воду они разливают ну прям конкретно конкретно и максимально возможно ее количество вот и конечно они такие шумные вот видите сразу сбиваются в кучку и стараются куда-то спрятаться серьезные очень быстро растут удивительно быстро рассказала 15 дней я в восторге оттачки просто в восторге может быть это разнообразие а может быть это просто жать как это совершенно другой вид птицы конечно грязнули вы грязнули лапы плоские и шумные я думаю что они будут более такие как бы ручные наверно как их люди выпускают в пруть можно мне объяснить не знаю мне кажется что они больше не вернутся ну то есть ты отпусти их и до свидания мы проверим я думаю что несколько штучек отпустим посмотрим если вернуться когда будем думать насчет такой схемы выращивания но не знаю не знаю так давайте что едят значит смотрите съели они мешок старта у меня пурина съели пол мешка роста пурины и пол мешка маркорма пока 52 причем маркорм я ему даю уже старый у него на сроки так скажем на исходе срока годности и у него есть у него есть уже скажем так заплесневелость определенная попадается в некоторых мешках вот но делать нечего как бы но я не знаю я не готов выкинуть его еще наверное у нас сколько мешков 5 нам точно есть поэтому я выбираю вот эти места которые с плесенью и насыпаю сюда вот в эту кормушку им пока 52 от маркорм так что такая птица у нас на 15 дней сегодня 15 апреля все спасибо за внимание будем и закрывать не будем морозить вот так они у нас здесь и живут принципе лампа горит у них по ночам но сегодня холодно я оставил лампу на день все на этом спасибо за внимание всем пока ты не сказал что я не собираюсь снимать смотри на меня ты меня сейчас снимаешь слушай вот кто из наших зрителей не видел тебя в таком виде вот кто только тот кто вообще канал не смотрит эта куртка стандартная стабильная ты в ней всегда живешь а неприлично вообще ее носить когда у тебя вещей целые шкафы забиты просто сжечь их к чертям всем его поспорила вообще с одним из этих утверждений